Мне зовут Юрия Екатерина Сергеевна. И, наверное, самое важное, то, что я из семьи врачей. То есть у меня врачи бабушки, и дедушки, и сестры, и братья, тети, и дяди. Абсолютно все. И все педиатры. Училась я в педиатрическом университете, но раньше была академией, теперь стала университетом. Закончила в 2011 году, потом повышала квалификации в интернатуре по педиатрии И все это было раннее развитие, работала параллельно в реанимации новорожденных Потому что думала, что буду нанотологом, но для меня показалась это немножко узкая специальность И поэтому нам не стало не так интересно Дальше я подумала, что я буду реабилитологом, пошла учиться в ординатуру на 2 года И закончила все снова интернатурой по неврологии Чтобы максимально закрыть для себя всевозможные варианты реабилитации, развитие раннее детское И в общем-то понимать все проблемы со всех сторон Опыта работы у меня уже примерно лет 10 Изначально я начинала с детских массажей на третьем курсе листута Ну соответственно заканчивала все курсы, имела все сертификаты И потом это все переходило в врачебную практику с маленькими детьми Но вот связано с реанимацией интенсивной терапии И сейчас больше у меня частной практики именно со здоровыми детьми С мамами, которые детей ждут И в общем-то некое такое введение в то, что делать, когда у вас появляется дома ребенок И что делать в папе, что делать в маме Что делать в общем-то всем, когда атмосфера всем не изменилась и появился новый человек Так вот Сегодня у нас про девочек Сегодня у нас, да, про девочек Изначально хочется рассказать об общей физиологии То есть чем отличается вообще ребенок от взрослого Очень часто путают с тем, что ребенок это то же самое, только взрослый в миниатюре Совсем даже нет Потому что у ребенка есть очень много физиологических особенностей, которые я как раз и хочу отразить Они в общем-то для всех общие, но я буду выделять что-то, то что отличается именно у девочек Потом мы перейдем дальше по уходу И в конце поговорим о вирусе папиллома человека Что тоже очень важно, на мой взгляд, обсудить Прививка Нужна она, во сколько ее делать И в общем-то на этом мы сегодня закончим Но потом, естественно, будут вопросы Так вот Родилась девочка? Да, у вас Кто больше радуется, папа или мама? У вас родилась девочка, хотелось бы, чтобы, конечно, радовались все И папа, и мама, потому что это большое заблуждение То, что отцы могут, в общем-то, найти язык только с мальчиком Нет, это неправильно Потому что через рождение девочки Мне кажется, в смысле, мне не кажется Это так и есть Отцы понимают, что такое на самом деле любовь к женщине Потому что одно дело, это любить свою жену, маму и бабушку А другое дело, это когда у тебя появляется дочь То есть ты, по сути, становишься ей Просто должен за все Потому что она маленькая Потому что она к тебе липнет Потому что ты не можешь искать Ой, уйди, ой, приготовь Ой, сделай, ой, не хочу И вообще ничего не делать Ты так просто не можешь Потому что теперь у тебя есть маленький человек Тем более дочка И отец, если он, конечно, молодец А всем хотелось бы такого отца и мужа Он начинает, в общем-то, выходить из своей, скажем так, зоны комфорта Потому что, по идее, с девочкой нельзя сходить на рыбалку Там, поиграть в футбол Это тоже можно все делать Но помимо этого, хотелось бы, чтобы еще развивались какие-то женские начала Например, там, сходить с дочкой на гимнастику Или там, посмотреть на поряды Почему бы и нет, это очень даже здорово И было бы приятно, чтобы в этом всем Мама очень медленно, ну, то есть жена Помогала мужу в этих всех начинаниях То есть ни в коем случае его не останавливала при какой-то инициативе Которая, может быть, даже вам покажется, ну, прям чересчур глупой Прям, ну, вот делать все неправильно Все что-то не так Но ничего страшного Если все грязные, довольные, радостные в краске Значит, все идет по плану Все улыбаются, все хорошо Поэтому я не знаю, кто здесь будет больше рад Я думаю, что рады все Естественно, надо не останавливаться Продолжать развиваться и плодиться И мне кажется, что нужно иметь двух, а то и трех детей Как нам говорили в ВУЗе Один на папу, один на маму, один запасной Если вдруг кого-то у соседа не получилось То вы как бы покрыли демографическую ситуацию Что все хорошо Поэтому я вам всем желаю не только девочек, мальчиков и всех-всех-всех Так вот, появился у вас ребенок Самое важное знать транзиторное состояние Транзиторно те, которые приходят и проходят самостоятельно Физиологические еще можно их назвать Которые происходят с детьми Начинаются они еще в роддоме Очень часто о них мама не знает Потому что они не ходят на курсы Или, может быть, не интересуются Или, может быть, нигде не вычитали Или им нигде этого не рассказали Первая из них, это, наверное, убыль массы тела Которая происходит еще в роддоме Ребенок при рождении, например, если он родился При норме рождения ребенка 2904 кг Обычно дети рождаются девочке как раз-таки 3300 Мальчике где-то 3500 Но это такая норма, которая особо не Нельзя на нее как бы обращать внимание То, что вот родился ребенок 2900 И он вышел из нормы Или родился в 4, и он чересчур большой Нет То есть вот этот весь промежуток Это норма И не нужно думать, что если вы там слишком маленькие То это плохо Или слишком большие, соответственно Так вот, ребенок из-за того, что он начинает дышать по-другому У него начинается другой совершенно обмен Он начинает худеть из-за того, что он дышит Из-за того, что он выделяет меконий Это кал, который только-только появляется вот первый Начинает мочиться И, соответственно, дышит через кожу Таким образом он теряет влагу Он теряет примерно из выхода из роддома Наверное, грамм 300-400 И это нормально То есть не нужно этого пугаться Тем более у мамы еще происходит становление лактации То есть ребенок, грубо говоря, ничего не ест в этот момент И это тоже нормально Потому что становление лактации происходит примерно Недели 4 И я бы не советовала Хотя очень часто сейчас в поликлиниках советуют докармливать детей смесями всякими разными По чуть-чуть я бы не советовала это делать вообще Еще никто, ни один ребенок не умер в первый месяц от того, что вы его не смогли накормить Собственная мать не может не накормить своего ребенка Это самое важное Если вы смогли родить, значит вы сможете его накормить По-другому просто невозможно Потому что если представить, что нет смесей И нет других никаких вариантов То тогда голова в другую сторону и не работает Есть ребенок, есть грудь, есть кормить Все, других вариантов не существует Я вам советую зарубить на себе, на носу и на груди Что нужно обязательно своего ребенка выкормить, чтобы вам это не стало Не слушать никого, ни папу, ни соседа, ни бабушку, ни маму Не переживать, у всех все получится и через 4 месяца у всех будет молоко До этого у нас, соответственно, молоко называется Молодиво Оно очень не насыщено ни минералами, ни витаминами и ни калориями, соответственно И из-за этого мало кормите ребенка И из-за этого ребенок тоже теряет в массе тела И это первое, о чем мы говорим То, что он теряет в массе тела Ничего страшного, не переживайте Из роддома вы выпишетесь с весом меньше, чем с которым вы родились И это нормально Следующее У ребенка также появляется физиологическая желтуха Здесь нельзя разделить, у кого это будет больше, у кого будет меньше У всех детей это происходит и тоже этого не нужно пугаться Почему это происходит? Потому что у ребенка есть совершенно другой, нежели чем у взрослого гемоглобин Называется он фитальный И он распадается после того, как ребенок появляется на свет И у него меняется круг кровообращения Закрывается отверстие в сердце, оно называется овальное окно И гемоглобин просто начинает распадаться Из-за этого он окрашивает покровы кожные в желтый цвет И слизистые, соответственно, тоже в желтый Ничего страшного, примерно через месяц все само уйдет Называется физиологическая желтуха Нужно следить за показаниями Если что, педиатр не может это пропустить Потому что это трудно не заметить Особенно, когда глазки становятся слегка желтоватые В общем-то, тоже ничего страшного Ядерная желтуха очень редко бывает Чтобы там вы ее боялись То есть, грубо говоря, тоже ничего такого Следующее состояние Это появление на голове ребенка неких таких корочек И которых тоже очень много споров, что же с ними делать И здесь как раз мы обратим внимание на то, что у девочек Хотелось бы еще больше пристальное внимание к волосам Потому что у всех девчонок будет длинная шевелюра Волосы быстро растут И ни в коем случае нельзя потревожить луковицу волосяную Потому что она очень слабая И когда на голове появляется корочка Где-то прямо на всей голове сверху Нужно ее совершенно легонечко После того, как вы приняли ванну с ребенком Взять детскую щетку Она примерно выглядит как обувная То есть, единый такой ворс Только очень мягкая И вы просто слегка исчесываете волоски вперед Не нужно ковырять ни ногтем, ни чем-то еще Не состригать, ничего не нужно Все само пройдет Это происходит из-за несостоятельной Еще, как говорится, сосудистой системы Которая и потовых желез Которые, в общем-то, выделяют какой-то секрет Но, может быть, еще закупоренный Поэтому происходит вот эта вот корка Тоже ничего страшного Нужно просто об этом знать И как бы блюсти То есть, если вам скажут, что это аллергия Или не норма Это абсолютно неправильно Так, дальше По поводу желудочно-кишечного тракта У ребенка тоже есть транзиторное состояние Связанное с ним И у девочек, и у мальчиков Тут тоже не разделить То, что изначально может быть и понос И, наоборот, запор Может быть, связано с мочеиспусканием Это Ольга Уриет Когда ребенок не мочится, например, сутки Почему? Потому что все, естественно, у него снова поменялся метаболизм Поменялись обменные процессы Мама его еще не докормила И проходите, садитесь, конечно И тоже в этом нет ничего страшного Все устаканится Не нужно сразу прибегать к каким-то лактокультурам Лактобактериям Хилакфортом Ферментам или еще чем-то То есть, тоже важный момент Запомни, то, что ребенку до 4-6 месяцев Кроме грудного молока И все у вас действительно получилось Я надеюсь, что у вас все получится Ребенку не нужно ничего Никаких лактокультур Никаких бифидокультур Никаких вспомогательных ферментов В инородных, то есть, которые вы будете принимать Они не нужны Абсолютно не нужны В грудном молоке есть абсолютно все, что нужно для ребенка И для девочки, и для мальчика И по минералам И по витаминам И по калориям И по всем, чему только возможно Самое главное еще не вводить Очень часто педиатры назначают с рождения глюкозу Не советую вводить Потому что включается углеводный обмен И он абсолютно нам не нужен Лучше бы, чтобы он включился после 6 месяцев Когда вы будете вводить прикорм Глюкозный обмен ребенку в таком раннем возрасте Абсолютно не нужен Так вот Сейчас мы перейдем к такому самому важному Наверное Для девочек Это Как раз таки Гормональный криз Он чаще бывает у девочек И чаще вызывает Непонятные эмоции у мам Потому что много такого происходит Что не знаешь, что с чем делать и пугаешься Первое Это Причем он происходит Потому что когда рождается ребенок У него падает количество эстерогенов Гормонов женских Но из-за того, что они раньше действовали внутриутробно А теперь он остался Получается ребенок без них Они падают И соответственно из-за этого провоцируется гормональный криз Это неплохо Потому что он провоцирует мозговую деятельность И зачастую дети, у которых был активный, яркий гормональный криз Потом быстрее развиваются Но нет такого, что у кого гормонального криза не было Прям лежит тюфиком и не делает ничего Нет, тоже это не связано Просто есть такая некая статистика То есть чем ярче гормональный криз Тем быстрее ребенок Тем ярче ребенок развивается Так вот, у девочек что происходит? Набухает набухание грудных желез Они могут набухать прям конкретно То есть будут такие два бобообразных набухания груди И нужно этого ни в коем случае не бояться Никак не растирать, не выдавливать Может быть из сосков какие-то мельчайшие выделения секрета Ни в коем случае нельзя их выдавливать Прижигать и вообще каким-то образом лечить Нужно в этот момент ребенка максимально выкладывать на спину Чтобы он не прижимал грудные железы к чему-либо Нужно одевать одежду, у которых нет ни заклепок Ни каких-то украшений спереди Там наклеенных вот с этой стороны боди или еще чего-то То есть главное это уход от гигиена Может быть можно протирать фурацелином Ну и то, если вам прям очень хочется, чтобы ничего не пропустить Ну протирайте, но в целом и без этого все пройдет Где-то через 3-4 недели Также иногда у девочек бывает кровянистое выделение из влагалища Их тоже не нужно бояться Это тоже из-за падения эстрогена И это тоже нормально, они могут быть очень мизерные Буквально вот что-то как будто мажет Не бойтесь этого, это не будет кровотечение Которое вы доставите памперсы, у вас там все красное, нет Не нужно бежать к педиатру, это норм Правда бывает это очень редко Но бывает редко, но метко Врачи, мамы бьют тревогу, вызывают скорую помощь Тоже такое кровотечение, нет Все нормально Ничем так же лечить не нужно Просто нужно хорошенечко подмывать И в общем-то наблюдать дальше Также где-то через 3-4 недели все это само пройдет Бесследно и без каких-либо вообще проблем Так, еще по поводу гормонального криза В общем-то все Ну хотя еще может быть они как бы не связаны с гормональным кризом Но также из-за гормонального вот этого скачка Происходят маленькие появляются такие узелки на лице На крыльях носа, на лбу, на переносице Может быть вот здесь на щеках под глазами получается Называются они милии Такие некие прыщички Тоже гормональная у них история Из-за того, что гормоны начинают работать Выделение начинает работать А железы еще не совсем готовы к секреции И поэтому происходит закупорка Они такие белесые, достаточно твердые Похожи на обычные такие, на акне, на прыщи Их тоже ни в коем случае не нужно Ни прижигать, ни выдавливать Ничего с ними абсолютно не делать Если такая ситуация с девчонкой произошла И вам прям хочется сфотографировать Выложить в тот же инстаграм Показать родителям Переживите этот момент Никаким образом это не лечите Максимально, чем вы можете помочь девочке в этом случае Делать примочки с хлоргексидином Для того, чтобы просто туда не села инфекция Чего мы здесь боимся? Мы боимся как раз-таки просоединения инфекции Инфекция присоединится в том случае И вы это увидите Если эти белые выделения становятся желтыми Значит на них села какая-то инфекция Они превратились в гной И тогда мы будем переживать Но, честно сказать, это нужно прям постараться Чтобы такая ситуация произошла Либо чесать, либо выдавливать Таким образом, конечно, инфекция сразу же сядет Потому что детский организм Он очень ко всему восприимчив Это все происходит до четвертой недели То есть к месяцу у вас этого уже ничего не будет Или может быть вообще и не быть То есть тут такая ситуация Неизвестна, у кого будет, у кого не будет Дальше Тоже такая распространенная И ошибка Я в то же время Почему-то не рассказываю И доносит до мам По поводу синехий Это срастание половых желез у девчонок Они могут быть только после 6 месяцев Не раньше Если вам кто-то раньше где-то поставил синехию До 6 месяцев Это ошибочно Это просто не может быть Потому что до этого Эстроген, который, несмотря на то, что снизился Из-за того, что он был внутриутробно с мамой Теперь он снизился Он все равно с молоком поступает Неразрывная связь Неразрывная связь мама-ребенок В грудном молоке все есть До 6 месяцев прикорм мы не вводим То есть ничего не может произойти Потом, когда вы убираете грудной оскаром Постепенно и вводите прикорм Соответственно, так же происходит Вот этот упадок эстрогена И могут срастаться половые губы Но этого тоже бояться не нужно Потому что это само по себе уходит Мы боимся это в том случае Если происходит затруднение мочеиспускания Тогда мы можем понимать Что нужно идти к хирургу Но лучше пойти к детскому гинекологу Чтобы она на все это дело посмотрела Если нужно лечить, что бывает очень редко То означает обычную 1% глюкокортизоновую мазь Которую вы просто мажете местным Своим собственным чистым пальцем Никакими ватами, никакими тампонами Никакими ватными палочками Вы ни в коем случае не забираетесь Ни во влагалище, ни в ульву девочки То есть это место вообще закрыто До каких-либо проникновений То есть это может быть только ваш собственный личный палец Если вам предлагают в поликлинике С таким я встречалась Например, что врач сам разделит половые губы пальцем Этого не может быть Это просто абсурд Это невозможно Это вызывает у меня смех у вас Это будет вызывать ужас Потому что действительно Это просто ситуация из ряда вон выходящая Это просто невозможно Вы возвращаетесь домой Покупаете глюкокортизоновую мазь И сами мажете Теченька Глюкокортизоновая 1% Соответственно, в течение 4 дней, недели Все само Все вот эти мостики кожные уйдут И все будет в порядке Обычно это проходит просто у девчонок И зачастую их находят мамы Только те, которые прям вот рассматывают ребенка со всех сторон Забираются везде Смотрят досконально Что там выросло, где что выросло, где что срослось Что под мышками, что в складках И по каждому проблеме вот бегут, несутся, что же делать То есть тоже важный момент в уходе ребенка Как девочки, так и мальчика Не нужно прям быть вот супер-гиперопекой Не в воспитании, не в уходе, не в чем Не ищите проблем, если их нет Если у вас здоровый ребенок, здоровая девочка Если у вас все в порядке, хорошее настроение Вовремя спим, вовремя какаем, нормально писаем То очень уж мальчик хочет зайти сюда Даже закрылся Вот, то все отлично Не переживайте, не придумывайте проблем на ровном месте Потому что если будет какая-то проблема Например, температура, больной живот Там тот же самый цистит, который у девчонок Может быть сейчас расскажу, почему бывает То вы сразу это поймете Ребенок вам сразу дознает Не придумывайте на месте какую-то проблему Ее просто может не существовать Вы придете к врачу, врач будет пытаться вам как-то помочь Придумает какую-то проблему Потому что проблему можно найти всегда И вы будете с этой проблемой дома сидеть Компостировать мозги мужу, который только нашел общий язык с девочкой И вот этот замкнутый круг, целый ком у вас попер со всех сторон До года вы будете не знать, куда деться То есть все в порядке, расслабьтесь Ребенок это человек, у которого все хорошо И который даст вам знать, если что-то происходит Так вот, запомнили, да? До 6 месяцев их быть не может После 6 могут появляться И обычно года их уже тоже нет И происходят они тоже из-за спада гормонального по поводу эстрогенов Так вот, мы плавно переходим Так, вот сейчас у нас первая закончилась Это особенности развития И мы переходим к уходу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok